так идем дальше я горжусь не то что дружба с ним но он меня хорошо знает он мне дарил он называл первым лауреатом первое место я лауреат он мне дарил крупные по тем временам 15 тысяч это какие деньги он это самое предлагал путевку в тунис правда я отказался вот далеко что-то но все равно приятно он мне подарил книгу еще приятель лично к нему и наконец однажды я еду сейчас поймете дальше пойдет серьезный разговор я беру его в сообщники я еду в машине а вот тогда при я всегда в машине это слышал всегда работает радио и он вел эти передачи на радио вот одна из них так разговор зашел об обрезке его слова которые я запомнил и сейчас увидите а третью базу если вы хотите взять и начать резать дерево возьмите сядьте рядом и думайте 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 вот это я и написал поняли думаете вот что я придумал когда я видел вот это так вот они уроки бесплатные и до в объявлении вот это вот фотография вы видите эту самую пилку уже забыл как это называется лучковая кажется уже начал забывать я сразу посмотрел тот кто эту фотографию разблестил биться виду что будут учить отрезать ветки а в нем таких случаях даже точно это нет и сердце становится с ума сойду я потом уже объясню почему в данном случае я смотрел для чего здесь отрезал правильно непонятно идем дальше потом значит начинается вот та самая я показывал раньше сколько у них этих учителей и вот очередная это еще один вариант и так абрикос самая страшная когда режет абрикосы и вот они начинаются видите я подумал так для чего это да то я все буду доказывать что это просто кормушка вот допустим абрикосы порезали порезали и все знаете что пишет я каждый раз это уже больше 10 раз это тебе обязательно будут по дольше жить будут более здоровы и не будут болеть и будут давать урожай где вот это все удивляет когда еще или или болеть и короче жизнь или если режет или наоборот а здесь то есть не трон дерево вот это вот кормушка я буду доказывать смотрите обрезка старых заброшенных яблок мы сейчас подходить вам главного выйти сами обрезка стоит а вот когда человек забирается такое дерево он начинает сонду вид обрезать так видите я когда смотрю такие ролики это же с этого с экрана сфотографировал я пытаюсь понять и тут у меня начинает вот почему-то эту метку отрезал а не эту ведь согласно вашей же этой самой науке должно быть наоборот а потом вижу а вот на той дотянуться не может а ему что-то надо резать и так целый ролик идем дальше вот этот же крупный план вот он режет да еще трудно видно но я я уже вижу что дерево полностью больное а вот оно еще более это крупный план смотрите я специально сделал крупный план она покрыта лишайниками и грибами вот его таким деревьям подходить нельзя даже смотреть в сторону нельзя со словом обрезка почему они больны как бы это сказать то вот молодой человек я пережил раз два три четыре операции трижды под общим наркозом а теперь представим себе что мне сейчас 73 летом будет 74 через полгода практически так то через полгода мне будет 74 и меня ждет эти четыре операции сколько я проживу ну первое вырезали это желчный пузырь значит за первой операции а еще димпуль 40 лет и так же не скачался также я жалл при сверти после операции заразились с альбодулезом дикая температура вот шов сгнил вот так было лекарств не было резали гнилые куски вот я писал себе что а где все встри это ждет а почему-то с деревьев как себя ведут а я сейчас объясню почему смотрите это настоящая темирязевская академия самая настоящая самая темирязевская это та которая неровно дешевле еще об этом говорить вот сейчас отрезает ветку посмотрите самом низу видите вот это вот сейчас толстая толстая покрыта мхом запомните бог это последняя стадия начали грибы потом покрывается решая диками трассы реки но они покруче жрут причем они они же выжают битвичину там же значит уже мертвые ткани вот и наконец бог бог это последняя стадия все это уже там где бог знаете что это это не дерево ребят и это почва вот это уже почва на которой растет бог бог это растение вот а теперь обрезка темирязевской академии читаем верху справа любали тебе рядовская академия обрезка плодовых деревьев а теперь смотрите благодаря тому что вы все 90 процентов а какие 99 процентов вы все абсолютно невеже купили вы допустим участок день под москвой там старый-старый заброшенный сад и вы приглашаете специалиста хорошо если у вас буду я еще удивлялся до 10 лет назад последний раз когда ехал в автобусе по москве или то 13 лет назад я разговаривался с мужиком прямо в автобусе ехать было долго вот у меня сибиряк вот это ну и как-то зашел разговор сам зарплату у меня было 13000 ведущий инженер я ведущий инженер у меня была зарплата 30 тысяч а у него была зарплата 60 тысяч при этом он сказал это еще маленькая у нас все средние 80 ой да да 80 тысяч вот и вот тогда этот человек сам ничего не понимает он может прочитать ветка внутри растет отрезать вниз растет отрезать до 1 метра отрезать это может вызваться где у том что здесь люди жизни рискует смотрите и надо за это платить что они это на высоте трехэтажного дома работы как вы думаете смотрим расцветки вот до дерева до пяти лет а 12 тысяч уже готов это самый видео все иначе не приедет я черри выдумал иначе не приедет 500 800 это если молодое дерево потом полторы две с половиной три дерева вот такого типа это уже сколько будет 5000 детально обрезка а дело в том что эти деревья детали обрезки не нуждаются берется я показывал и неудобно еще больше слова показывать те же фотографии помните пять движений это несколько секунд я в фильме показывал каждое несколько секунд мой помощник профессиональный аэрофоруб сделал обрезку оболаживающую вот и до будущее эти специалисты одни пользуются вашим этим даривностью вот и тянусь у вас деньги причем они лучше дерево не делают вот так тут 5000 одно дерево одно одно дерево цитальная обрезка а 4000 вот и теперь когда он это а раньше 12 заплатит и не приедет а самое главное что ничего этого делать не надо почему еще ниже будет говорить вот это вот реальность я не говорю что вы все тут же броситесь вызывать этих специалистов или наоборот скажете лучше я сам с 12 заработаю сам себе сделаю обрезку и вот смотрим дальше еще покажу одну один ролик а вы не закончили этот разговор я просто как бы сказать я не люблю внутрь чтобы перекинуть специально вот женщина написала тяжелая судьба персика средней полосе да и практически нет отдельный случай не беру во внимание она делала как и советую который купила во вторых посадила по 45 градусов третьих победила вот четвертых отрезала нижнюю скелетные ветки нет даже до нее отрезали это бота такая саженцы видите где черные пятна это бывшие это рады и наконец вот это страшная рады вот это черная видите вот это значит его хода потом верхней части тоже сфотографировал да персик убирает она правильно написала значит все здесь было сделано не так но самое главное вот что самое главное мы будем разбираться ниже вот это вот я показал вам не все видели не все вычислил если вот так сделаю вы так же с упоением читать не будете за вас я буду читать я буду читать растение загляет больно растут и плодоносят и довольство страдания вот причина когда цветут что вы должны делать вы тоже калече деревья боль пытки вот я упрощаю так растение чувствительных пыткам растят плодами в общем получается так что это дерево живое существо сильно мудрое цели разные и что получается сейчас бы вот это южный садовод это южная агротехника но она нигде ничем не меняясь это общинские это где ну один из садикений классик классиков вот страшная судьба деревьев потому что когда перешло все на север для меня Москва средняя полоса России где черноземья это север это север южный Урал север сибирь север дальневосток север вот смотрите он все правильно написал но тут надо учитывать что урожай за счет короткой жизни вот это я проповедую почему на юге допустим там так если ты не будешь часть крода убирать то урожай получишь до мелкий тут про этот мелкий урожай вот он сказано вот видите вот до мелкий а товарный вид а рынок а эти самые гипермаркеты значит калечим там выживают а у нас погибают ему полагается жить допустим 50 лет он может быть до 10-20 дай бог успеет несколько урожая потом убирать это как правило я беру для себя такие случаи если средняя температура ну где-то не выше не ниже 30 градусов бог с ним а везде где севернее допустим 35-40-45 в этом году в Абудинских регионах обычных средних было минус 50 согласитесь что там сейчас погибли миллионы деревьев которые были посажены из питомников в силу но главное это были страшные раны вот вот к этому товарищу классику второй классик это тебе рязь если упадет луч света на почку она не проснется короче его сторонники его ученики начали деревья осветлять а до сей результат уже самый и вот тут самое интересное заключается в следующем смотрите сейчас мы к этому подойдем если замечено не мною это классика значит дерево осветлять значит берем оставляем пенечек там размером с пальца отрезаем пол ветки четверть ветки три четверть ветки то есть укоротим и вроде бы осветлили но он еще гуще зарастет и это знает тогда был придуман прием который оказался самым страшным из всех какие только можно представить в северной россии отрезаем полностью за до конца я объясняю почему мы вернулись к этой теме что я это Тогда я сказал, что давайте вернемся к этой теме. Это мне наболело. Вот. Вот я и написал. Все мои деревья за вечным морозом. Да умирать-то ни одно не умирает. Вот что. Вот. Тогда я разделил на раны искусственные, природные и раны, которые человек наносит своими руками. Идем дальше. Потом будут поинтереснее темы, но эту тему я обязан закончить, именно потому что дошелся человек опытный, грамотный, с прекрасным садом, назовем его успешный, от которого зависит много в жизни садогорского садоводства, потому что два-три таких, как он, или вообще уже сады, те старые дерева убирают, а ног не будет никогда. На каждый проданный им саженец приходится, допустим, 50 саженцев с рынка. Вот и все. Причем тебе 50 купят, а у него еще и не купят. А с рынка имеются в виду южные. Итак, поехали. Немножечко, как бы этого сказать-то, я буду дотошнее. Эта дама, которая так бы ему опадет, не понравилась. Жаль, что ему понравилось все его рассуждения. Сейчас я попробую их опровергнуть. Итак, вот эта, она последовательно. Начинаем с почки самой левой, в верхнем углу. Неправильно она говорит, сюда мороз попадет. Вторая, неправильно она говорит, тоже мороз попадет. Третья, тоже мороз попадет. Четвертая, вроде бы получше. И, наконец, пятая, она берет здесь, вставляет маленькую, двухмиллиметровую, видите, пенечек, два миллиона. Она специально его что сделала? Она специально застериковала, чтобы понятно было. И наклон. И все. Вот так и надо делать. Про второе, вот ниже, мы потом поговорим. Про эти, еще два варианта, вот тут, где ее локоть и где ее ручка, это мы потом. Пока смотрим в судьбу вот этот вот, самый правильный. Я уже сразу взял вывод, минус 30 ниже, это все неправда. Это все случается вот так. Как ты тут почку режешь? Хоть слева до права, хоть справа до лева. Результат, как правило, вот такой. А это касается вот этого вот. Видели? Вот, проверено. Еще, у меня их сотни. Я говорю, когда-то уже можно монограмму делать, писать. Можно книгу толщиной с кирпич. Но дело в том, что, вредно накроет, выйдет. Видите, что получается? Это буквально парочка. Но, я хочу сказать, вы видели 10-20 фильмов, где я ходил от дерева в дерево, свои деревья, абрикосы, груши и яблони. Так, в основном их абрикосы, груши, яблони. Я подходил к дереву, а на них, это же не кардинальная обрезка. Это обрезка на заготовлении черенков. Видите? Вот она. И везде я показал, может быть, полсотни примеров. В сумме за несколько лет. Может, сто примеров. И ни одного исключения. Дерево, все в листьях. И только там, где атака отрезана, мертва это как видимым, а то еще целая ветка, а то еще и захват приходится второй год. То есть, целый метр мертвый. Как правило. И тут же рядом 10-20-30 веток, на которых нет цветов обрезки, и ни одного, даже по желтежке, не то, что там ветка умерла, нет, засохла, ни одного, даже листика абсолютно здорового дерева, кроме вот этих вот. Вот эта вот статистика, она настолько и вроде брачная, и в то же время оптимистическая, не трожьте дерево. А вот эти сказки, это только для того, чтобы она заработала деньги. Очень красиво, очень грамотно кажется. А на самом деле, у нас в средней полосе России, а в этот год погибают миллионами деревья, прямо в смысле один. А еще Нового года не было. Принимают деревья, вот как раз, не дай бог, эти все резать. Вот. И почерпнуть надо. Пусть так, вот как ее последний вариант, но только при заготовке чередков. И то, а еще просто это бесконечное уговаривание, чтобы мы деревья резали. Бесконечное, потому что если она не будет ходить, или вот вокруг дерева, 10-20-30 минут, и не будет говорить, вот эта ветка растет сюда неправильно, это сюда неправильно. Причем во многих случаях, я думал, я сойду с ума. Я не мог понять, чем любая эта ветка, которая отрезала, отличается от той, которая не отрезала. Видите как? Ладно, идем дальше. Значит, я вас, надеюсь, убедил, что просто так резать, потому что дереву не понравилось, ветка не понравилась, это делать не надо. Вот. Тем более, что еще не знает, что наша любимая товара Дмитрия Громова в Тюмени упомянула его среди призеров, то есть он тоже получит тысячу рублей и стоить 70 тысяч. Вот. А я взял в последнюю минуту лихорадочно. Он говорит, что-то ребенка вашего не видно. Вот. Последнее время. Думаю, ладно, увидите. Вот. Что он изображает? Вот это вот вертикальные ветки. Это так называемые молчки. Их приговорили. Я еще расскажу. Я надеюсь, новички. Как-нибудь он сказал. Молодежь на вашей стороне. Сколько это молодежи? Два, три, пять, десять. Он сказал, а молодежь на вашей стороне? Меня это вдохновило. Вот. И тогда я показываю. Еще раз. Эти ветки, на которых сразу не образуются цветочки, почки, а обязаны сразу на взрослых деревьев, на приростах последнего года, на абрикосах, на сливах, на вишнях. Вот. Полностью или частично сразу на приростах последнего года, даже на яблонях, хоть и говорят, там, про второй, третий год, даже на яблонях появляются цветочные почки. Часто внешне даже неотличимое. А на этих волчках они выросли не из почек, а из клеток, технический материал. Только на третий год, это мое наблюдение, это одно из моих открытий, чтобы, не дай бог, их никто никогда не отрезал. Вот. Тем более, на кольцо, дерева только не хватало, еще вот это, отрезки на кольцо. Вот. И вот очень ждет, что вот тут отрежут, и оно от этого лучше будет. А оно на третий год зацветет. И еще скажу, ладно. Уже это не каждый специалист даже сейчас знает. Почему если из клетки, почему оно отложено на плодошение на три года? Да, по одной простой причине. Оно как бы эта клетка, в ней есть ядро, в ядре есть зародыш будущего дерева. Можно сделать так, что целое дерево вырастет, это даже используется в практике, то есть делают овечек доли. Ну, мы поняли, что такое овечки доли. А здесь получается вот так. Корни не видно. Я показывал скольями, бывает и корни вылазят. Корни не видно. А это гимнальный период, то есть она как бы с нуля, как бы от зародыша пошло. Дерево три-четыре года, и оно уже покрывается вот как абрикосы. До самых верхушек почками. До самого кончика после любой ветки. А здесь не так. Ну, так как люди подходят, трут глаза, чешут репу, как это случилось, что тысячи людей нас учат, и вся наука это знает, что это жирующие, ненужные, вредные, бесполезные ветки, которые обязаны бы отрезать, причем на кольцо. А любая обрезка на кольцо, это сокращение жизни дерева, в этом болезни. Доказывал и буду доказывать. Не зная элементарного, но оно элементарное только для меня одного. Ну, знаю я, ну, так сложилось, ребята, 21 век. Ну, знаю я, что это ювелирный, ювелирный период, это значит, что ему надо вырасти, оно с нуля растет, а мы их, знаете, зажирующие, якобы никого не... И никому не приходят в голову подождать третий год и светили и увидят прекрасные плоды. Не хотят, не понимают. Главное, что они, все эти учителя, они в саду фактически никогда ничего не делали и не умеют. А вот читать левцы, они знают как. Я вам десятки показал, поняли? Вот, вот это вот я стараюсь сделать таких, как будущий Тимоша, видите? вот еще. Вот это дерево, это лада, несчастное дерево, дало несколько сотен веток, начало погибать. Жизнь ее упразднила то, что я не делал рано на концу. Видели вы ее? У меня почти каждый год оно есть. Когда ко мне приезжал в 2000, примерно в 2005 году главный редактор газеты Сады Сибири, Коцерская газета, в гости, я ему показал дерево, вот это, когда ему было всего неполный год. Вот. И у меня это есть, и я уже показывал, а сейчас я показываю последний, как это называется, последний этап. Последний момент, прежде чем побереть, оно выбросило снизу ветку, это та самая ветка, которая так ненавидит, вот это ненавидит, вот, прокляли, буквально. И ветки, расположенные ниже, чаще его называют цифрой 50-90 сантиметров, а то просто до метра. Вот. Вот это вот и есть продление жизни дерева. Вот. И еще роль ее другая, я о ней расскажу позже. Ну, постулат Железова. Здесь было дерево, оно погибло, но всегда вылазит та самая ветка, тот самый проклятый волчок, который продает жизнь дереву. И я написал такой постулат, у меня их сотни есть, а из них когда-то будет книга, пока денег никто это нет. Итак, низкие скалетные ветки, это часть генома, это спасение, продление жизни. Вот как оно растет, вот дерево растет, оно решило, нижняя ветка на высоте 20 сантиметров, следующая 30, следующая 40, 40, 50, а кто-то решил, что они лишние. Как? Вот я смотрю на дерево, одно миллионы лет создавало себе геном. Вот тут действительно я доставил генетиков. Почему? Это уже непокобелимо, это все непокобелимо, непокобелимо, потому что это миллионы лет в определенных условиях, это дерево именно с такой кроной, низкоштабовое, оно показало себя самым живучим, иначе откуда ветки-то эти взялись. они в геноме, понимаете, они в природе, они в самом программе развития, они в ДНК, как можно их называть еще этими. в ДНК. А ведь это случилось, случилась страшная вещь, и опять обрезки на кольцо. Итак, Южный Скалет Немецкий, почему я говорю, потому что мне кажется, я только ради одного человека все это делаю. Но кто сказал, что против меня тысячи преподавателей или Александр? Я потом твою цитату назову. Только когда-то тебя признают так же, как меня этим самым. Аду его. Не дай бог. Вот это вот случилось однажды. Этот случай для будущих хрестоматий, циклопедий, для будущих учебных программ, для выпускных экзаменов. Представьте себе, что сейчас студенту вот это покажут преподаватель, скажут, что вы будете с ним делать? А он точно знает, до высоты 90 метров все надо отрезать. Скажутся, да вы что, не может такого быть. Ну не может. Это уже увечения такого уровня, что лучше сразу дерево спилить. Она все равно умрет, если 4 нижние ветки отпилить, она умрет. Только помучается. Может такое быть? И вдруг выпускницы эти березерки посоветовала женщине взять и отрезать эти нижние 400-летные ветки. Вот а дерево оно же оказывается непримитое, у него сеянет. И пусть он сеянет, но оно решило с самого низу дать эти ветки. Потом может еще не дохожу. Мы найдем деревья растущие в тайге, в тундре. Специальная подборка у меня в степи. Вот степь, уровень травы определял расположение нижних скелетных веток. А дальше все это входило в геном, если это продолжалось миллионы лет. Потом через миллионы лет трава стала два раза ниже, а скелет остался выше. И тогда кто-то решил, что деревья должны иметь не скелет, а штаб выше. В общем, поняли. И вот что получилось. Дело в том, что ладно, я уже не сижу и сижу и сижу, пойдете, хотя он меня здорово подставил в том вопросе. Но дело в том, что я бы не хотел вот что, посмотрите, вот Тимиренская Академия, вот выпускница, вот мой брат пишет Ольге, не этой Ольге, которая посоветовала четыре скелетные ветки отрезки, вот эти. А той самой, которая сказала, что мне делать, у меня дерево семь лет, груши не плодоносят. Он ей написал, сейчас поймете, к чему я. Я прочитал в этой ветке все советы для вашей груши, поняли. И хочу дать свой совет, это мой брат, Юрий Владимирович Железов, 73 года. Оставьте дерево покоя и никакой обрезки. Ну, на чьей его стороне? Она выпустит с тебя резуки. Он выпускник сельхозвуза. Когда они взялись, компания, она же не одна такая там, оскорблять его, с его подачи меня, еще моего сына Железова, Сергея, да? Они же не знали, что он такой же выпускник сельхозвуза. Вы понимаете? Вот. Только мой брат, выпускник вуза, с ума-то не сошел, а она видит, есть такое уважение, смотрит книгу, видит фигу. Она знает точно, ну, не должно быть это. Ну, хорошо, на первый год есть такое, это же учеба, ребята, смотрите, что мы имеем. Первый год, как бы тут пригодилась бы та фотография, что я показывал главному редактору. А возвращаться потом стыдно будет к этой теме. Ой, жалко. Ну, короче, первый год, только появились побеги, ты хочешь иметь метровый штаб, да на здоровье ты можешь, есть такое выражение, осрепление почек. Инструментом служит не пила, как тут, а ноготь. Раз, коврнул, нету. И вот тогда будут маленькие-маленькие ранки, и уже хотя бы тут. Ну, как у тебя повернулся язык, не язык, а этот, что у тебя в руках было этот самый, вышка, еще что, чтобы человеку написать отрезь нижней череды скелетной ветки. Вот как? А мой брат тоже выпускник с их космоса. Ну, правда, электромеханик, но дело-то в том, что электромеханик это инженер, а я всегда говорил, мы инженеры все придумали на этом свете. Мы инженеры. Это я вам говорю, лучший изобретатель и эрлицизатор города Норильска. В Умарске он там лежит. Вот. Лучше, значит, понять, наверное, здесь, когда мы берем в руки пилу, ножовку, ребята, это не генетика. Какая хрен? Вот генетику я вам показал. Смотрите. Вот это генетика, да, тысячи преподавателей и их учеников, десятки, сотни тысяч, не знают, что это из почки, выросшие не из почки, а из этой. Вот она генетика. Это полноценная ветка, заплодносит на третий год. Это будущее крона, которая ниже, потому что выше, обязательно повреждение. Нет повреждений, не появится. Вот генетика раз. Вот это генетика два. Вот это генетика три. А вот это, извините, когда современная наука в лице выпускников тебе язык, а их научили, вышла довольность Толлер-плотника. Вы представляете? Доволен из Толлера-плотника, и тут нам, инженера, мне, моему брату, моему сыну, агронома. Мой сын. Лучший питомник России по качеству. Лучший сад в России по качеству абрикосов и так далее. Вот. Ападемы ничего показать не могут. А вот, это, проявить столлерские свойства могут. Почему я это лишь раз говорю? Потому что мой ападем, который, когда, помните, я применил слово смертельный, дебильный, это что, не дебильный? Я должен промолчать? Как я должен это назвать? Погладить по головке? Ну что? Ну, оно, наверное, ошибается. А может быть, оно и не погибнет. Вот это я разговариваю, совпадет. Вот. Отставьте дерево покоя, вот видите как, красным. И никакой обрезки. Ну, я уже так. Тимоша покажет фотографии, и будем считать, что он свою тысячу заработал. Вот она же как сказала? Мало показывается, но, это, это в том числе деньги ему. И вот. Ну, я сказал себе, пусть будет Тимоша. у него 30 декабря, день рождения. Я его уже всего-то додарил, но это я на Новый год. Так, товары, мы с вами дарим вам на день рождения. Ваши тысяча тут же. Смотрите. Вот. Это девушка с другого первая. А, прошел ровно час. Молоточек чаю. Ой, я надеюсь, вы не надеялись, бежитесь, а? Потому что я говорю об очень серьезных вещах. Вот сейчас идет уничтожение деревьев по всей России. А я еще буду доказывать, доказывать, доказывать. Обидно, когда я опытишему, грамотнейшему садоводу не смог доказать. Обидно страшно. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, второй час, надеюсь, говорит поспокойнее. Знаете, вот смотрю на ребенка, да? Четыре года я привел клуб моржей. Я сейчас смотрю. Ну, ладно, это пусть будем считать, что клуб моржей это не извращение, но не каждого ребенка. Ну, то, что сейчас дети сидят по домам и дохнут. Вот мое детство вспомнить. Боже ты мой. Ура, на улице минус 40, в школе занятия отменили. Ни одного часа дома. Вот. Смотрите. Вот он показывает пальцы. Умите, вот, что сделаю, удавит. Вот это вот не раны. Подчеркиваю. Это трещины берутся от того, что дерево росло лето, кора была мягкая. Вот. Остановился рост в начале зимы. Всю зиму оно как-то называется, оно все больше и больше становилось жестким, все больше таким дубовым. Вот. И, наконец, пришла весна, оно начало дальше расти. Чтобы оно дальше росло, вот видите, оно должно было лопнуть, кора. Это часть его развития. Лопается кора. Вот. И это придумали для того, чтобы калечить деревья и калечить, и калечить. Хотя к нему вообще подходить не надо. В данном случае не надо. Давайте посмотрим сюда. Человек увидел рану, трещину. Вот она. и вместо того, чтобы поставить дерево покоя, они прекрасно себя чувствуют. Вот. Выживет, значит, выживет. Вот. Не выживет, значит, не выживет. он берет и начинает его кромсать. Смотрите, как кромсает. И это преподается в качестве учебы. Смотрите внимательно. Это он начал. Вот это он уже соскоблил. Вы думаете, мало? Любуйтесь. А? кто вы? Плотники? Столеры? Может быть, этот, я не знаю, лечение борозобой. Это называется лечение. И, наконец, замазал. А теперь, давайте так. Сейчас я вам скажу то, что должно опять выйти в учебнике. Ну, не виноват я, что этого не происходит. Ну, не виноват. И люди этого практически не знают. Ну, может быть, сами не знают. Вот. Только читали люди. Те, наверное, кто со мной общался. Смотрите. Итак, дерево состоит из... Лекции читать не буду. В данном случае мы берем деморозобойных на штампе. Что у нас сверху? Кора. Так. Под ней этот тонкий слой это миллиметр два. Под ней идет уже камбий. Еще миллиметр два. Ну, мы знаем, по камбию сверху вниз, вверх, и сверху вниз. И эти сосуды, которые подают вверх влагу и вниз питание вниз отводят. Знаем, знаем. Скажите мне, набилось. Почему? Я думаю, вот эту фотографию мне отнюдь фарм будет. Вот. Пусть вот это. Куда? Там происходит следующее. Несмотря на то, что тут пару миллиметров камбия, пару миллиметров. Там еще есть один тонкий слой, но я не буду усложнять. И держит минус 40. Как они могут удержать минус 40? Как? Бывают мы разобоят люди, мы не теряем по 30-40 лет, не замерзают, не умирают. Как? Ну, почему нельзя студентам объяснить, что это зависит только от того, что по сосудам каждая кора имеет клетки. Она состоит из клеток. Каби состоит из клеток. Дальше пошла сама сердцевина из клеток. И почему, скажите, никто не знает, что дело не в коре, тоненькая, которая... и тут минус 40. Это как... Вы знаете, как мы одеваемся от рук это? Потому что до нас материя мёртвая, не живая. Там движется сок. А он не замерзает. Сок по коре движется. А он не замерзает. И кора не замерзает. Потом какой-то умник делает вот это. Вот это. И что вы думаете теперь вот через вот это вот, что он домазал? Это что, 40 градусов выдержит? Знаете, что будет дальше? Вот это он дотворил делов, научил людей калечие деревья. И не дай бог, тысячу людей десут это повторять. Обычно у них, знаете, у них обычно сотни и миллионы просмотров, я потом покажу. теперь у него бородостойкость равна, ну, то есть, эти минус 40 пошло внутрь. Вот этот слой, это вам не это, не живая ткань, живая ткань держит. За счет незамерзающего сока. То есть, теперь под этим вот слоем, там начинается обертвление ткани. Обертвление. Я вам приводил кучу примеров, еще буду приводить. Вот этого, чтобы все дело, бородостойкость дерева зависит от сока, который движется внутри. А сок вырабатывается и у каждого генома свой обязательно будет. Ну, берем идеальный случай. Правильно посажена семечка, не привита, прививка калека уже из двух половинок, да, пересадка корни опять калека, еще меньше бородостой. И уже он не может выдержать минус 40, дай бог 30, 35. Вот я к чему. А если минус 30, 35, то вместо 40, то у него геном рассчитан до 40, то тогда у него листья не держат этих самых насекомых. Они обязательно, они уже не травятся. Нормальная тля, тля с крыльями, плодожорка с крыльями, эти самые с крыльями, господи, тут никто чему-нибудь вспомнит, еще несколько назвать. Все это начинает с цели травиться, только пытаясь, отлят она с крыльями, она облетает тот же абрикос, все-таки куда, если его с косточку посадит, правильно посадит, а не подходи к ней. И не нужен ваш уход. Вот что я хотел сказать. А вот то, что сейчас вы видите на экране, это самое страшное. Сейчас под этим год, человек решил залечить. Вот так его изувечивал. Он не просто два раза сидел, бараностойкость, он десять раз сидел, теперь это дерево замазано, не замязано, где-то умудряется бинтовать. Так, проехали? Проехали. Переходим в спокойной части, хотя вряд ли успокоить. Это Тимоши все еще зарабатывает еще. Вот, как женщина сказала? Она сказала, мало это, то есть она не то, что его показывает, а то, что с помощью Тимоши я провожу учебу лекции. Что Тимоши делает? Только оппоненту не потирайте руки, он не убирает листву, ни одного листика не будет убирать. Видите, как легко ошибиться? Здесь под этой листвой примерно пять ведер, видели, да? Под этой листвой пять ведер диких уссулецких груш. он сейчас разбитет и будет, возьмет ведро и будет собирать. Это его заработок. Вот, это использование детского труда, вот, и когда я спорил об этом, и мне было, говорили, ребенок на всю жизнь получит отвращение, детей, а я говорил, я себе сколько помню, первое дерево, я садил с учителем в первом классе, я, почему я, памяти нет, я ничего с первого класса не помню, только два случая помню, как убивали черепаху, и мы дети плакали, а черепаху убивал для стенда директор и завхоз. Вот это я запомнил, это случай, мы плакали, стояли, вот, и второе, выкапывает мой учитель ямку, вручает мне вишню, ну сейчас они обрезаны, кто тогда знал, что надо по железу врезать, когда железу было 7 лет, ну, сами понимаете, вот, спустя обрезаны, он говорит, держи на весу, и когда я держал на весу, он засыпал, засыпал землю, говорит, теперь корни там расправлены, я запомнил это, до сих пор, вот, ну вот, Тимош, я считаю, свою тысячу заработал, вот, потому что я его использовал, а, если договорил, и потом всю жизнь, это семья военного, кочевой образ жизни, сами знаете, вот, везде огородишко, две трясотки, картошка, морковка, родители работают, морковку, сестренка, я дергаю, обстрел, сидим, держимся, когда, когда было 10 лет, мне доверили собирать яйца из-под курей, и жарить, и кормить сестру, вот это было, вот, вот такое было, и, потом, до конца, Украина, когда приезжал в отпуск, бесконечная работа, садить картошку, выкапать картошку, 20-30 соток, все вручную, вот, и в школе так было, и вырос, и всегда так было, и никакого отвращения у меня к саду, нету, вот, теперь переходим к обрезке до конца, более серьезно, здесь примерно 50 ран, вот, это, журнал, 20 тысяч, экземпляров, значит, 2020, 40, 50 его прочтет, вот, посмотрите, вот, это и есть та самая страшнейшая ошибка, почему они решили, что не отсюда начинается штабровать, а оттуда, страшнейшая ошибка, я обязан об этом говорить, это мой долг, я не знаю, вообще я знаю, больше всех, так уж вышло, это мой долг, а вы думаете, 19 тысяч, 999, один я, 22, 22 тысячные, 19 тысяч, 999, хоть один подумал, а что же они творят-то, они даже не предатели, они просто люди, которые вообще ничего не понимают, в садоводстве, ну, кто их научил, что, вспоминать классика, и удобно, богиня, чтобы переворачивались, вот это вот, тоже для Христа, это мой сад, это мое дерево, это я потерял, и так наделся, на это дерево, оно начинало плодоносить, вот, было две примирки, так, и так получилось, что, одно дерево, коротким штабом, устояло, у меня был рогатый ветер, пять деревьев упало, ну, сотик пять, иногда, редко-редко, врагат, не поперек, там, где-то бывает, бушует, потому что, это же, Бердюгорье, ну, и сеет, вот это, как бы сказать, излучина, в общем, там, дикий врагат, по верхушкам, а здесь тихо, а когда вдоль, моего соседа, два раза крышу, дель, дома, вы представляете, что крышу, дома сносило, как это, и вот, упало пять деревьев, вот это происходит, в природе, вот так, кустовидная форма, и рождается, где дерево, вынесло, куда не надо, вода привитая, вы думаете, я штаб привудел, нет, не дел, и вы мне не поймаете, за руку, я рад, не найдете, оно само решило, сделать штаб, и ошиблась, и погибло, и так в природе, вот, и теперь, ребята, у нас самое страшное, это вот, это вот, почему я разместил, я уже показывал, но, опять страшные ураганные ветра, вы видите, что творится, ладно, мороз, сорок, ну, я потом покажу вам, ну, как бы сказать, это доказательство, дерево, с таким штабом, уже с полметра, штабом выпасло, это же, это же, парусность, это, рычаг Архимеда, когда дерево, обязательно упадет, и вот, когда проносится, две, три области, и там, везде показывают, ведь, опять же, убило человека дерево, дерево упало, да, вот, вот, позавчера передали, в Сочи, опять убило человека, везде, кроме вот этих, официальных, кроме насаждений, на улицах, вы знаете, парка, сквер, это одно, возле каждого города, километров, десятых километров, каждого, миллионика, допустим, сотни тысяч посаженных деревьев, и этот ураган сметает все, теряется годы, 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 опять на рынок, и опять кушать, отравленные фрукты, из расчета 40 обработок, ядохимиката, без арета, и опять, и опять, и опять, и так, и с года в год, как, я вот, знаете, что, не понимаю, как отучить от этих, рад на кольцо, от этих, чтобы дерево само растло, так как ему полагается, оно же никогда по жизни, вот, смотрите, оно никогда по жизни, не станет высоким, оно не положено, ему прирост не позволяет, а мы, это же прививка, вот, по прививку лопнуло, обладалось, а мы что делаем, мы, когда срачу две половинки, мы что, придаем ему, проще, что ли, у него еще и той прочности нет, которой ему положено быть, вот еще, вот я говорю, несколько слова, кто-то свой счет передел, прошу меня простить, вот это самые невежечные люди, я уже, заметьте, я уже не применяю этих страшных слов, я применил простое слово, только самый серьезный человек, может взять, и на наших глазах, отрезать, несколько десятков меток, причем, даже не объясняя толком, а зачем он это делает, принцип тот же, в любом возрасте, смотрите, если вовремя, здесь, кто-то делал, потом оно опять наросло, смотрите, показать вам, это же самый другой ракурс, только держите за стулья, смотрите, что вы видите, я же, этот, как называется, вредный, я же, этот, санутый, вы видите, что это дерево, последний статей, статей заболевания, и приближения смерти, если покрыто, оно, этими, самыми, мхами, решайниками, я же не говорю про грибы, у меня полно грибов, на деревьях, они не мешают, вот, если в этой стаде находятся, к нему с секатором подходить нельзя, посмотрите, что она натворила, вот, смотрите, справа, это она резала, 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 она не знает, что творит, понимаете, пусть она как они за друг, но она к садоводству никого-то еще не имеет, она еще не растила никогда, иначе будет, она просто руками не подделась, а потом, превращается это все, вот, сказать, опять, так хочется такие слова подобрать, но я уже, ну, это, уже за это получил, смотрите, что она делает, она выскребает это все, вот это вот, она не знает, что здесь уже покрылось дерево, под ней мертвая ткань, и именно вот сейчас, мхи, решайники, грибы, служат защитой, шубы, она не знает этого, она считает, что, вот сейчас, смотрите, они решили пересекать, она говорит, нет, я буду драть, сдирать, знаешь, что второе, сказал, а, кстати, эти деревья, те же самые, искалеченные, деревья, последней стадии, они молодые, вроде бы, да, но опять довела, смотрите, вы че не видите, это рано, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, на кольцо, видели, все вот это вот, было уничтожено, причем, еще раз, это то же самое, что я пережил все операции, и мне все три года, опять вырезать, как тогда, этот самый, жесткий пузырь, и потом пошло, поехало, так вот, одна, одна за другой, операция неудачная, так вот, смотрите, вторая сказала, нет, я угни, я быть буду, я представил себе, что, завозят тонны, уже не ядых химикатов, и, и не этих щеток по металлу, и, завозят тонны, порошков, и говорят, этим, как их назвать, которые лес королят, ну, листикам, все бросайте, вот, видели, на деревьях, махилишаники, а они есть всегда, помните, с северной стороны бог, значит, потерялись, идите на север, ну, то есть, по крайней мере, ориентируйтесь, можно без комплекса, потому что бог с севера, и давайте, теперь, одна будет, допустим, двое, один скребет, выскребает, а второй будет, вот эту доль привнесли в садоводство, причем, она не просто, она даже, как бы сказать-то, если бы хоть, ну, сказали бы, думать, хоть какая-то польза, и все-таки соскоблили, все-таки помыли, нет, они дерево испортили, и выставь нельзя ни в коем случае делать, вот, это современное садоводство, вот, теперь продолжаем, то, с чего когда-то, я был обвинен, в том, что, я тоже не понимаю, я к саду не согласился, значит, вот этот преступчик, считается правильным, а заподлицо срезать нельзя, все понятно, все понятно, и в этом проявляется, я назвал мастеров, мастерство учителей, палачей, потому что то, что сейчас она делает, этого сделать нельзя никогда, вот, это я все с одним человеком дискутирую, смотрите, сюда внимательно, видите, она сделала два, вот, оранжевая, это вот, с левой стороны, оранжевая заподлицо, и тут же вот эти стрелки, как на самом деле надо, вот видите, теперь посмотрим сюда, я потом ниже покажу, чем вот это заканчивается, а сейчас переходим сюда, справа из снимок, она взяла вот эту, отрезала, и считает, что так и надо, я всегда удивляюсь, когда учителя, учителя брось, у них тоже все есть какая-то, у них нет ничего, ну, есть такое выражение, и взберло в голову, кто-то говорит, вверх растет, волчок, и покажет вам, чтобы отрезали вверх, а газетали, вы ставили, это же максимальное положение, и вдруг новое слово, таких, ну, их обычно 90%, и я тоже против этого, помните, я говорю, лодочки оставьте в покое, и вот человеку, которому нужно показать себя, да, кандидат в наук, да, симпатичная девушка, слишком молодая, чтобы отрезать и дождаться результата, слишком молодая для этого, ей еще предстоит, хотя вряд ли это, можем прожить, и не вращивая сад, вот, используя свои таланты, вот таким путем, так вот, она взяла, и показала, вот так надо отрезать, тогда я беру, откуда она это взяла, существует, вот это вот, теория, вот это я назову практику, увидела, дерево показала, вот это вот теория, якобы, заметьте, кто-то взял, а таких случаев, не половина, а больше, то есть, с чего я взбрелу, вот эту ветку отрезать, вот с чего взбрелу, я не понимаю, чем у нее эта ветка, на ней плоды будут, чем горизонтальнее, тем плодов больше, даже я согласен, редкий случай, когда согласен, человек берет наоборот, горизонтальную убирает, и оставляет вертикальную, здесь получается страшная рада, казалось бы, вот она будет расти вот сюда, и вверх пойдет, а черт нас два, вот через эту ряду, вот, мороз, а замазывай, не замазывай, а 40 градусов уже не держит, рана, и она вот это место перекроет, то есть мороз выживет это место, и вот это дерево, если оно сразу не погибнет, так, ну, и же южные районы, оно сразу не погибнет, оно уже будет неполноценное, туда уже точно меньше пойдет соку, значит, опять ля, опять грызь будут, будут сосать будут, вот, если даст пару урожаем, то потом изогнется, вот, а этот, и опять, теперь оказывается, вот неправильно-то, и обратите внимание, срез, вот этот, зеленый, правильно, а давайте смотреть, здесь якобы неправильно, потому что пенёчек, да, а здесь что, не пенёчек, здесь большой пень, считается, этот мерзнет, до чудового, а это считается, заподлицо, здесь уж точно бороться выживет, ребята, поверьте мне, что этот выживет, что этот выживет, что даже вот у этого шанса чуть больше, и вот этот, который тоже выживет, а теперь крыша едет, или это, или это, какую ветку отрезать-то, Резонтально или вертикально? Вот, пожалуйста, эта дама применила слово смертельный рак. Ох, удивится кандидат наук, когда наука официально признает чёрный рак безобиднейшим полезным, это всё впереди, он только выглядит зловеще, постулат Железова, это для будущих учебников, не чёрный рак смертельный, обрезка смертельный, пояснение, бороз выжигает внутренности, а полезнейшие грибы, под зловещим названием просто делают свою полезнейшую работу, это их роль, это их задача, никогда грибы не едят живую ткань, я пытался найти хоть раз, у меня грибов полно, вот, только мертвичина, начальное, мёртвое, потом гриб, никогда гриб не выявил, я подозреваю, что на всей планете эти грибы, я патогенду пока не нашёл, эти грибы, ну вы же знаете, кромикоз, бодилиоз, парша, чёрный рак, да, он тоже имеет это название, он уже, попробуй запомнил, латинское, все эти грибы, полезнейшие, их за свою практику, за миллионы лет, не съели, ни одной живой клетки, понимаете, из триллионов, триллионов, триллионов клеток, не съели ни одной, это когда-то станет, официальным, наука должна признать, и тогда прекратится дурная работа, она взяла, смертельный рак, и вот теперь она, она с чего учит, сейчас вот эти, вот это она учила, учила, и как раз именно вот это, хоть ты заподлицо, хоть вот так оставляй, вот так вот, она так долго, красиво объясняла, что теперь она, залечится, что я хохотал буквально, она даже не знает, что ни одной еще не залечили, даже в 10 раз меньше рано, еще ни одной не залечили, это, морозы, после мороза, и дальше, смотрим, вот она взяла, вот видите, как получается, дупло получается, если вы будете делать, это, неправильно, например, оставлять, оставлять, пенечек, да, а я говорю, пенечек спасает, а дупла не будет, а вот именно это, Железов говорит, и есть ее обрезка на кольцо, так, как она хотела, да, обрастает, пытается залечить, но это вам не юг, средняя полоса России, ни одно дерево, ни надум не зарастет, как бы ты ни учила, как бы ты ни старалась, как бы ты вот это вот справа, слева, как бы ты вот это вот не объясняла, вот это вот миллиметр туда, миллиметр сюда, все это напрасный труд, а это для смеха, это есть ее рада на концу, вот, а это, пожалуйста, фотография из моего сада, ну, что делать, когда-то я был такой же наивный, как она, только кандидату наук нельзя быть таким наивным, но ей некому было научить, ее преподаватели учили, обрезки на концу, вот, рана одна, смотрите, и вот рана вторая, вот эта, это была сделана раньше, это позже, здесь уже ума хватило, не делать такую же раду, видите, вот этот приступочек, вот, вот, вот якобы зарастет, ага, заросла, вот, вот эта рада, вот эта вот, когда так отрезаешь, как справа, а это получается пробка, она, замазать осталось, и она не совершенно не это, не вредит дереву, вот, ну, это ладно, абрикосы вообще, и вот дальше будет, это, просто страшнейшее, вот смотрите, это абрикос, так, это тоже я делал, но я делал много лет назад, лет 25 назад, ну, что делать, учился, вот, и в результате, смотрите, как разрушается дерево, вот это все, здесь прекращается доступ, сосуды, отсюда мороз, смотрите, право мороз, влево мороз, вниз мороз, сосуды здесь погибли, ткани погибли, внутри уже, грибы, не только снаружи, это только, грибы внутри, это внешнее проявление, все, полдерева, они работают, поперек распили, и дальше я вам показывал десятки, если не сотни фотографий, постулат Железова, для учителей в кавычках, до косточки культуры, рано на кольцо, не зарастают, вообще, кстати, а наоборот, увеличивается вместе с ростом дерева, поняли, сейчас я вам покажу, что такое страшное, то, что случилось, вот, это, я еще полчаса, жалко, я только на этом, получается, зациклюсь, казалось бы, чем надо, скажут, черный рак, ах, это в черный рак, вот, дело в том, что причина не черный рак, смотрите как, казалось бы, вот, после эту фотографию, вы узнаете, с десяток советов, и тех же, помните, выпускниц, и это все надо опрыскать, это все, помните, берем стабельскую, вырезаем, до живого, все это вы узнаете, в начале причина, тот же, она же, нет, смотрите, она, фотография, смотрите ниже, вот причина, страшная рада, привела к тому, что, здесь было перекрыто сосуды, перекрыто, просто замерзли, и вот отсюда последствия, и это, разгар, то есть, самый, я это называю, это эпидемия, пандемия, настоящая среди деревьев, и так, погибли сотни тысяч, из них сотни, на моих глазах, вот, были уничтожены, по красному хутору, тысячи деревьев, практически все яблони, кроме нескольких, а их было тысячи, вот, каждая семья сдавала, и с моей подачи, потому что, у многих мои успели, многие мои выращенные деревья, покупали у меня, или доставали у меня, вот, от 100 до 200, а в одном случае, до 300-400, ведер яблок, и вот, когда пришла пандемия, начали гибнуть, первые начали гибнуть, деревья изрезанные, а я не мог это остановить, я не мог, я эти примеры приводил, соседи резали, 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 потом погибли почти все, но начиналась именно с тех, эта эпидемия пришла, и она вросла, в нашу действительность, с помощью, искалеченных деревьев, 2-3 года, где началось, в Абакаде, скорее всего там, туда везли, эти самые, импортные саженцы, а потом пошло, в Инусинске, Савдогор, Сушевская, погибало все подряд, вдоль дорог, мертвые деревья, которым 10, 20, 30 лет, были 40-летние яблони, которые давали такие урожаи, ой, была молодежь, которую я уже продавал, они выросли, Филиппе продавал, Тотар, все это, было уничтожено, но вот этого, хадали, обрезка бесконечная, резали, Константинович понимает, как приеду, все изрезано, ну зачем ты резал, вот это было, а здесь просто пример, почему, ладно, здесь ветка упала, этого хватило, а если бы она была отпилена, что бы, вот этого бы не было, что ли, вот, и вот, это мое обвинение, вот эти люди, кто вот это придумал, они, виноваты, в том, что эта страшнейшая эпидемия, случилась, именно в Хакасии, ядовике Краснодарского края, попали не дальше, там тоже тысячи деревьев гибли, но их было так мало, даже феномен, Хакасия это феномен, вот, это же Минусинская котловина особая, это феномен, а там может быть, слышал, в Кемеровской области гибнут, ну или там просто гибли, от чьей-то глупости, или тоже захватила эпидемия, Алтай, Томская, Кемеровская, то есть это, и туда, до Урала, я не знаю сейчас, но то, что я видел, это видел, а доучили вот эти люди, они смотрите, как учили, для них вот это вот, это же не просто так, они так учили, вот это вот верхняя левая, это правильная обрезка, должна, это, правая верхняя, это тоже правильная обрезка, они же уже учат, а вот смотрите, а вы вот так резоните, ой-ой-ой, вы посмотрите, кстати, вот самая маленькая ратка, вот здесь, но это, признан неправильным, хотя ратка самая маленькая, два раза меньше, чем любая другая, неправильная, почему, якобы вот это, оно сильно уж это, вот этот, ну вы поняли, выпирается, вот это, прям, вот эти две, ну это утрирует, ну да, я такое видел, и так выпиливают, да, прочь, мол, лучше заживет, понятно, неправильно, понятно, неправильно, ну здесь просто косой получился, средств, небрежность, и якобы вот это правильно, ребята, одинаково все замерзнут, чертовой матери, а вот это верхние два фотографии, это подлость невиданная, это смотрите сюда, вот это, помните мой постулат, дерево растет, это моя фотография, это то сорокалетний, абрикос, патриарх, дерево растет, и рада растет, никогда, ни одна рада, и курдюбов показывали, ходили, шарились, по соседям, мой сад, дайте бы хоть одну ранку, бесполезно, которая бы зажила, вот, ну про это все надели разговор, про верхнюю рану, вот, и вот получается дальше, теперь поспокойнее, они попали в учителя, я сделал вывод, минуя стадию врача леса, то есть ничего не растили, а попали в учителя, вот они, и вот это, самое подлое вечно свете, ой, я говорю, не буду такие вещи говорить, ну вот, я не простые люди, вот этот человек вот так сделает, погибнет, так, 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 сразу не погибнет, еще хуже, лучше сразу, потому что болеть будет, таскает, что-то не тот, для меня, то химикаты, подкармливая, просим, опрыскивание за лето, все это самое, вот, отравленная почва, а результаты, это тоже, чем вот эта рада, правильная, вот она левая, А, отличается от этой рады, Б, она ведь два раза, тут больше, идет идеологика, это, и вот тогда идет дальше, и так, Елена Александровна Советич, отрабатывает еще рубля, которая себе подарила, это, помнишь, какая-то самая, она тебя знает, это самое, Елена Точка, она это самое, женщина с Тюбеги, она знает тебя, вот по этим самым, фотографиям, так что, будем считать, что ты продолжаешь, выполнять свою роль, учителя, в 15-м году, раньше никак, этот участок был куплен в 15-м году, вы знаете, какой это год, правильно, могу доказать, кто будет спорить, могу доказать, но тогда с вас бутылка коньяков, иначе выделить, кто-то поставит, тогда я скажу, да, и докажу, и так, в 19-м году, дерево, к которому мы не прикасались, не я, не леда, это тот самый, но ученый, помните, где там это, я говорил, бывшее картофельное поле, вот, вот она, ни разу не удобренная, ни разу в жизни не политая, косточку посадил, все, вот она, наплодоносила, понимаете, а теперь внимание, и так, прошло 4 года, 4 месяца, в 19-м году посадка, в 19-м фотографиях, читаем, совединить, да, за счет, засиловать дерево, я против, а вот, за счет помощи, в развитии, я за, опять же, надо понимать, какую цель, мы преследуем, ну, это, что вы хотите, аспират, и еще, я так думаю, плодовое дерево, мешать все нужнее, а вот, декоративное, нежелательно, прочитали, способно мне училиз, согласитесь, она без меня бы выучилась, но мне кажется, что, моя учеба тоже не лишняя, а вот эту фотографию, мне прислал Курдюг, вот, по принципу, я делаю, кстати, разве это дерево, не нуждается в Абресске, вот, но дело в том, что многие люди, прекрасно знают, что на югах, вот такие вырастают, что с семянным подвалом, вот такие вырастают, или просто выращенные семечки, даже без прививки, тоже такие вырастают, тем более на юге, они стараются не замерзнуть, вот, буду я железом предложено, использовать, то, что использует железов Сергей, мой сын, агроном, вот же, этот самый, конопщик, вот, предназначил свое призвание, вот это бы, все сто процентов, используем корневые отводки, сделаны росты, и все такого нет, значит, нет необходимости, правила корневого, тут резать, 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 у нас в Сибири, и среди полосе, если использовать качество подвое, как и в отводке, этого делать не обязательно, вот, вы еще хотел сказать, вы, 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 как же мне все успеть рассказать, вот это я хотел пропустить, я хотел рассказать, но тут так долго рассказывать, вот это я показывал, но уже будем считать, что новички есть, вот, сосед, отпилю, замазал, результат вот этот, когда там я так же потерял первые три, мы не видим, мы подойдем здесь читать, вот, два пипида шафрада, я деда, я фотографии есть, я вот потом покажу как-нибудь, если вы напомните, а вот вернитесь к тебе, я покажу, и белый налив, во-первых, а точнее, и это, вот, от каждого, одна-две вот так же, отмелел, спасибо, ну, брази, такие огромные были рады, все три погибли, я был потрясен, первая большинственная деревья, это подошли, три дерева, я был потрясен, вот тогда я родился, настоящий, уже настоящий, вот, а вот это, ну, давайте еще, почему они, заранее, вот когда, вот этой женщине, да, вот этой женщине, вот смотрите, кандидатом наук, то есть, не так, тут я не уверен, выпуститься, эти меряйцевки, с огромным опломбом, было предложено, отрезать, четыре скелетные ветки, отальше, с которых, это ровно полдерева, раз, три, четыре, вот, понятно, что в жизни не приходилось, теория она знает, а дальше-то что, а вот, дальше она не знает, потому что, мне приходится бороться, именно вот с этим, смотрите, ну, 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 понятно, теперь умирать не собирается, но, вот, получил смертельную раду, вы согласны, нет, но, получил смертельную раду, что-то дальше делать, снизу выпускает те самые волчки, которые тоже ненавидят, и которые являются новой короной, мне даже не надо 100-200 фотографий, а мне еще 100-200, я выбираю так же, те, которые однажды, может быть, 40 книг встанут, вот, пожалуйста, и вот это вот, болезнь вот эта, укорачивая на боковой ветре, что тебе это надо, как бы это тут ни было, смотрите, здесь есть, правильно, номер 1, вот якобы, слева, это правильно, а справа, неправильно, и вот, чем бы мне объяснить, я иногда думаю, не попасть бы мне в сумасшедшие цветы, я потом еще к этой теме вернусь, но ведь, посмотрите, ведь страшные рады, даже умудриться, дорисовать слева, более крупные рады, чем справа, это не так, это не так, все правильно, вот это вот эти назвали правильно, с огромной радой, они рады, поймите, что это неправильно, а правильно, как надо говорить, будущим студентам, и то неправильно, и то неправильно, вот так должно быть, теперь все сначала, третья правильная, вот видите, страшная рада размером с диаметром, это не просто страшно, оно смертельно, оно сразу не погибло, это короткое жизнь, ну пусть это вот, сделано западлицово, ну вот настоящий, но когда-то все вот тут будет исправлено, первое правильно, второе и третье неправильно, смертельно, вот, вот это, потом когда я тебе, вот по каналу, как вот эти еще, ой, все, все, все пропускают, значит не успеют, а теперь вспоминаю, помните эту страшную раду, ее берет, это, есть такой раздел, в Википедии, называется, обрезка на концу, и там этих, или схемы обрезки, там обязательно вот это вот, а ее используют, кому делить, и вот нашлась вот эта вот, Полевкина, я уже фамилию называю, я уже просил ее, убирайте к чертовой матери, ведь уже третий миллион, вы учите вот это делать, там столько нагорожено, всего глупости, режем, 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 деревья, загущаются, загущаются, потом на концу, все это убирается, все дело в ранах, вернулось к тому, что было, до того, как резали, вот теперь все в ранах, то там был миллион просмотров, вот уже два миллиона, вот уже, наверное, уже три, просил же, убирайте к черту, нельзя же, ну что же вы творите, да, и это называется, правильно, а сказать, что не то, что вы эти деревья, оставьте их в покое, а сейчас оно зарастет, вот вам, пожалуйста, вот это делается так, значит, дерево, у которого случилась беда, вот, я его не резал, нет, оно обломилось, так бывает, оно отсохло, вот это, естественно, что это получилось морозобойно, страшно и морозобойно, страшно, потому что белое, это уже гриб, вот, но дерево, в таких случаях, оно не погибает, оно слева, дало вот это, это доросло, это входит в его программу спасения, справа доросло, и оно будет еще десятки лет плодоносить, у меня есть фотографии за все годы, 15, 20 лет, 22, 25, 30, 35, деревья все живы, можно приходить ко мне, но у меня были тысячи людей, кто видел у меня, не считая, что у меня, в 22 году я потерял три дерева полностью, рухнули все ветки, от чего, от гидрелья, нет, от урожая, урожая было невозможно вынести, и вот они когда рухшились, там уже оставался диски петь без ничего, вот это было, а это все живет спокойно, не будет подходить, помните, что я должен взять, я учусь в вет, и вот это все сейчас, вот когда дерево все полностью вылечило, я оказывается должен взять его, и вот это вырезать, вырезать, колечие дерева, то я надеюсь, вы на моей стороне, вот, сейчас я, сейчас уже время, даже заканчивается, ну, немножко юмора, не юмора, ну, давайте немножко юмора, я долго глядел, 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 вот он отрезает ветку, да, она с листьями, это значит, что я время-то выбрал, наверное, лето, вот, на дальнем плане все зеленое, и буду уже заработать, он делает фильм, и он говорит, эту ветку надо убрать, она обрядит, я уж и так, и так, и так, и так, с фотографии сделал, с экрана, и через неделю, да что, зачем, ну как, ну какой там, бывает же нужно, вот смотрите, эти листья, это фотосинтез, они выделяют, да, на них нет плодов, потом еще, может, будут, ведь вот этот, ветка, повелся случайно, значит, наверху там, непорядок там наверху, там далеко уже хрона гибнет, я уж, что только не передумал, вред вижу, не будет листьев, не будет фотосинтеза, вот не будет фотосинтеза, и все, зачем он его отрезает, вот любое, там еще рада будет, лишнее, помните, та дама, кандидат наук, только она, садоводственная, там у дяди работала, ну, так бывает, вот, а, она там 57 стран сделала, все, от низа до высоты, там, вытянутые руки, зачем, и тогда, я подумал, так, наверное, я схожу с ума, если я не могу найти ему оправдание, ну, хоть какое-то слабенькое, потому что все-таки он не зря это сделал, ведь он же людей учит, и они так же будут отрезать, вот, я думаю, как я с ума сойду, я тогда вспомнил, знаете кого, Ильфа Петрова, знаете таких, у них, был такой персонаж, ну, про все рассказывать не буду, это был сумасшедший дом, там было полно, в сумасшедшем доме, десятки людей прятались от милиции, как это называется, они, они, эти люди, как сказать, взятыщики, растратчики, то есть, притрит перин, и только один настоящий был учитель, один настоящий сумасшедший, который не притворялся, а был настоящий, вспоминаю, старики знают, сейчас молодежь не читает, Ильфа Петрова, вот, он сошел с собой, открывает, приходит в класс, раскрывает этот самый, приносит, помните, старики, эти, как, как, как было, рулоны с этим, а там была, карта, день 2 на 2, навешивает на доску, на школьную, и вот, карта, и говорит, вот это Европа, это Азия, а это Америка, а это берегов пролив, а пролива-то и нет, не сразу, но когда он, вот и так, и так, и так, и так, когда он понял, что, вот точно знает, что пролива его нет, он сошел с ума по-настоящему, и вот я, из-за вот этой вот фотографии, и еще сотни таких, ведь я бывает, ночами не сплю, поверьте, я не понимаю, зачем ты отрезал ветку, ведь это дерево вырастило, не для тебя, не для этого, вот, оно же не просит ее отрезать, а наоборот, оно нужно, и я постепенно, я почему вот так говорю, почему некоторые меня ругают, что я сильно резко, и кто из нас этот, я или вот этот самый, а значит, кто-то будет говорить, сильно резко, ну вот зачем отрезать, кто чего не понимает, я не знаю. С вами был Ирина, что я然后, яcondsом вверху 2 часа, решила? Ну вот, Что я приз hate? название Т did, уоооophlie, Продолжение следует...